В актовом зале электротехнологического техникума прошел ежегодный районный конкурс «Юнг. Алые паруса». Продемонстрировать все свои знания в области морского дела собрались учащиеся начальных классов школ города и района. С подробностями Тина Капачевская и Георгий Калинин. Побороться за победу в конкурсе прибыло 14 команд из школ города и района. Вот уже 16 лет в Центре детского и юношеского технического творчества существует клуб юных моряков «Фрегат». Его создатели – ветераны-моряки из Славинского районного отделения Российского морского собрания. В клубе фрегатовцы изучают героическое прошлое российского флота, знакомятся с морскими традициями, получают закалку в шлюпочных походах по рекам и морям Кубани. По словам руководителя клуба юных моряков «Фрегат» Александра Кравчины, главная задача таких состязаний – научить малышей сплоченности, взаимовыручки, работе в команде. «Решили на морском собрании, что надо как-то организовывать детей. А сейчас знаете, как жестко? Попробуйте сейчас, учительница говорит, если получишь двойку, я себе гюсть сниму. Все, плачь стоит. Ну, короче говоря, пожалуйста, дисциплина идет на высшем уровне. И детвора, сами посмотрите на детвору, как они выглядят и что они делают. И мы думаем, что заразим всех. В школе в нашей уже четыре класса юнги». К конкурсу юнг ребята начали готовиться заранее. Многие из них не только учатся о заморского дела, но и своими руками создают модели кораблей и бригантин, а также картины на морскую тематику. Участники конкурса «Алые паруса» представили свои работы на выставке, которая открылась перед началом соревнований. Что касается самого конкурса, то для того, чтобы стать победителями, юным морякам пришлось достойно представить свои команды и презентовать музыкальный номер, побороться в конкурсе вязания морских узлов и перетягивания каната. Полина Логинова – участница команды «Без козырка» школы номер три. Победа для них очень важна, признается девушка, ведь готовились они очень долго и надеются, что их выступление удивит жюри. Мы просто хотим показать себя. Мне нравится тем, что здесь ребята все приходят, собираются, рассказывают о себе. Может быть, кто-то какой-то номер показывает, показать свои знания. Без козырка белая в полоску воротник, мы, ребята смелые, спросили напрямик, с какого парень года, с какого парохода и на каких морях. Первое место в конкурсе разделили сразу две команды – «Прибой» из школы номер четыре и «Алые паруса» из пятой школы. Команда «Шторм» из семнадцатой школы оказалась на втором месте. Бронзовыми призерами стали команды «Якорек» из четвертого лицея и «Бригантина» школы номер семнадцать. Все конкурсанты получили право стать членами клуба «Юных моряков фрегат», а победители – памятные подарки и почетные грамоты.